здравствуйте меня зовут михаил яцек я фитнес тренер и сегодня я хочу раскрыть такую тему почему мотивация не работает ты пересмотрел море видеоролика в интернете и часто бывает так что ты врубаешь какую-то мотивацию я называю это мотивация голыми жопами ты смотришь там накачанные дядьки там голые тетки сиськи там задницы все классно но и это конечно же мотивирует но на 5 минут может быть на два дня на две недели максимум потом эта мотивация не работает потом она опять не работает и потом она продолжает не работать и ты продолжаешь искать мотивацию и ты уже такой блин посмотрел что это за херня не работает дайте мне ролик который меня замотивирует ты пишешь гневные комментарии ты ставишь такие пальцы вниз ты обижаешься что-то такое не работает мотивация тысяч новую 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 новую, задумайся, задумайся, почему мотивация не работает, не работает на тебе. Может быть это не мотивация дерьмовая, может быть просто потому, что ты дерьмо на лопате. Может и бери. Да, это не просто признать, тем более, что все ютуберы, все, кто снимает видеоролики, спасибо вам, мой подписчик, спасибо, что вы посмотрели мой видеоролик, спасибо, что поставили лайк, подпишитесь, я вас озолочу, я вас в задницу поцелую. И ты наивный в это веришь. Поставь себя на место ютубера, который снимает видосы. Конечно же ему важен каждый подписчик, у него каждый подписчик на счету, потому что это его деньги, он готов все что угодно делать, если бы он мог тебя в задницу поцеловать, конечно же он бы это сделал, но камера мешает. Поэтому если мотивация на тебе не работает, может быть она тебе просто не нужна, потому что если молодой человек хочет стать архитектором, он поступает в Академию Струительства и Архитектуры, его не пугают нудные очереди, серые какие-то аудитории, нудные экзамены, нудные лекции, ему хочется стать крутым специалистом. Он приходит и съедает всю информацию, которая есть. Он делает все, что необходимо. И ему не нужно, чтобы вокруг него танцевали с бубном, создавали какой-то креативчик, рок-н-ролл. Возможно, просто фитнес и здоровый образ жизни, правильное питание это просто не твое, но если оно у тебя не идет, если ты посмотрел море мотивационных роликов, ничего не помогло, что-то с тобой не так. И если все-таки ты продолжаешь упорствовать, ты делаешь попытки что-то делать в этом направлении, ты хочешь как-то поменяться, но тебя ничто не мотивирует, конечно же тебя это обижает, но не стоит конечно выбрасывать все это внутреннее дерьмо, которое в тебе накопилось, на людей, которые тебя мотивируют, но у них не получается это сделать, да потому что, блин, тебя нельзя замотивировать, пойми ты. Проблема в тебе, если ты понял, что фитнес это не твое, ты не можешь себя замотивировать, ты не знаешь что делать, но ты хочешь что-то делать, есть выход. Один единственный вариант, который может на тебе сработать это тренировка волевых усилий, ты просто должен делать через не могу, не хочу, ненавижу что-то. Каждый день по чуть-чуть, понемножку, каждый день на каждой тренировке ты просто идешь и делаешь. Если ты думаешь, что тренировки, фитнес, правильное питание это такое, знаешь, мир, такое море удовольствия, где ты приходишь, сделал повторение на бицепс и ты так кайфуешь. Все это постная херня. Не верь, не верь тем людям, которые говорят, что они кайфуют от тренировок, особенно профессиональных спортсменов. Никто от этого не кайфует, всем вот это вот тут уже, вот, ни один олимпийский чемпион не любит свои тренировки, он их ненавидит всем сердцем и душой, просто он хочет достигнуть результатов, он хочет достигнуть результатов и кайфует он от результата, а не от процесса. Поэтому, если ты понял, что мотивация на тебе не работает, просто не ищи новую мотивацию, заставляй себя и пусть тебя радует результат, а не процесс тренировок. Тренируй волевые качества и... И п***й, все. Что сказано, то сказано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok